всех приветствую с вами все еще я веган христолюб и у нас с вами сегодня так тех такая тема который я вообще никогда в жизни не мог представить что я когда-нибудь буду записывать такое видео кому-то можешь пока что я нагнетаю но по-моему все уже очевидно ролик называется ядерная война скоро ядерная война это на значке она в названии написал ядерная война неизбежно то есть дал уже ответ я вообще хотел на значке написать скоро ли ядерная война до в названию ждать ответ ядерная война неизбежно и когда начнутся ядерные удары сама эта война об этом мы с вами сегодня поговорим ролик этот который я говорю никогда бы в жизни я не подумал что я буду писать. Более того, еще раз скажу, я, кто смотрел мое предыдущее видео о шизофашизме, кто меня давно смотрит, давно знает, может, кто-то попадет случайно, впервые на это видео с кем-то поделится. Я не апокалиптик, я был против, я знаю всю Библию дословно, да, хорошо знаю книгу Откровения. Естественно, ее уже тоже давно, имея в записи с комментарий на своем основном, о своем канале Христолюбщине Библииных Писаний, я всегда аргументированно показывал, что мы не вошли в книгу Откровений в последние времена, о которой она говорит, о которой говорил Иисус Христос. То есть она не открыта, печати не сняты, которая начинается, каждая печать, первая из четырех, это символ одного из коней, всадников, как называют, точнее, на конях, да, что мы еще не вошли в эту книгу, мы не живем в последние времена, да, мы, возможно, при дверях, об этом я не отрицал никогда, потому что все в жизни одинаково, еще Кайна навели, убил, да, вот, все, что происходит, сам Иисус говорил, что, когда услышите, там, о военных слухах, о войнах, о землетрясениях, о катаклизмах, о болячках, эпидемиях, голоди, не пужайтесь, да, не пугайтесь, этому всему должно быть, и все это от веки веков и всегда будет, да, главное, будьте святы в совершенной любви к Божьему творению, вот, но, действительно, когда, в чем разница-то, всех этих кругов от последнего круга, да, последнего времени, которое описано в книге Откровения, более подробно, чем в речах Иисуса и Его апостолов, в тех посланиях, которые до нас дошли, в том, что это просто будет последние максимальные цифры, какие только возможно, в тех же самых масштабах, жертв и так далее, да, что, на самом деле, вы знаете, книга Откровения, конечно, написана тем же языком, что и пророческие книги Ветхого Завета, ну, так, образно сказать, символ, сказать, Бог плохой, а я хороший, да, что это Бог, там чашки будет изливать, нет, все, что на земле будет твориться, будет твориться благодаря злодеяниям человеческим, Бог есть любовь и никакого зла не творит, Бог, конечно же, любовь, и наши родители, он нас воспитывает, есть школа жизни, но он не делает зла, зло делают те, кто его делает, да, Бог лишь может с какие-то обстоятельства стыковать, чтобы для кого-то это было школой жизни, познания добра и зла, и возрастания в жертвенной совершенной любви даже к своим врагам. По поводу ядерной войны, конечно же, если раньше это когда-то, вы помните, вообще ядерное оружие, кто знает, было изобретено в конце Второй мировой войны, да, и применено даже Америкой против Японии, которая тоже была агрессором, я удивляюсь, знаете, общаетесь с людьми, знает только там про Гитлера тоже, допустим, а то, что Япония была вторым Гитлером, и там на Востоке такие беззакония творила, да, что она творила с Азии, что она на Америку там буч укатила, да, нападала, все это убивала, никто то ли не знает, то ли знать не хочет, то ли настолько невежда, то ли тупые, то ли я не знаю, вот, и кто знает, в общем-то, побеждена Япония, ее руками не так, так как вот рукопашину, как говорится, не так просто было победить, и, как говорится, победила, и вообще Япония капитулировала, только после того, как, кто знает, Америка сбросила две бомбы на города Хиросима и Нагасаки, соответственно, только после этого капитулировала, я к чему все это рассказываю, что все вот эти, кто знает, это была Америка первая, Гитлеру так и не удалось достигнуть, он, конечно же, мечтал, кто, кто, посмотрите вообще, кто интересуется всеми этими вещами, а надо бы интересоваться, да, вот, какое изобретали оружие во времена Второй мировой, что Гитлер все это, естественно, спонсировал, потому что, я просто храню козырную фразу, никак ее не употреблю, а может быть, уже и надо бы, вы просто поймите, что, ладно, скажу уже, и я просто хотел к тому, что я буду говорить на ответ, будет ли ядерная война, почему она будет, у меня есть аргументы, очень жесткие, очень понятные, первое из них, я уж его назову, чтобы было проще тогда дальше говорить, потому что свои речи, я никакие сценарии не пишу, так по духу говорю, да, что во всех войнах, абсолютно во всех войнах, мира, потому что я, очень хорошо, кто знает историю, мира, да, и все эти войны, а вся история мира, это история войны, брата убийственной, можно назвать, потому что все люди на земле, братья и сестры, все родные, все творения одного творца, да, все его дети, и все абсолютно войны, абсолютно все, в абсолютных всех войнах, употреблялось все оружие, какое имелось на тот момент, у любой страны, у любой армии мира, вот абсолютно все, что изобрели на тот момент, до чего, так скажем, докатились, или как они говорят, развились, все, что было в арсенале, пускалось абсолютно все, никакая страна, особенно агрессор, какой-нибудь народ, племя, не важно, если мы возьмем еще всю историю, от первых песен, да, пользовалась все тем, Кай Навеля не руками задушил, он взял палку, или камень, там не важно, разных рисует по-разному, переводит тоже по-разному, не важно, чем он забил, но очевидно, чем-то каким-то, палкой, камнем, да, восстал на брата своего, и забил его до смерти, любое, особенно страна агрессор, как вы думаете, и сами просто, естественно, подумайте, когда у нее есть какое-то оружие, за счет которого она может победить, да, применит ли она его, чтобы не проиграть, конечно применит, потому что она страна агрессора, потому что у нее башня вообще сорвана, это люди вообще отвалившиеся от истины, от Бога, да, которые человеческую жизнь уже ни во что вообще абсолютно не ставят, это неважно, они всегда найдут хороший предлог, что, да, это якобы они там что-нибудь добро какое-нибудь делают этими злодеяниями, кто знает ни одна война, она никогда не называлась захватчиками со стороны захватчика, она всегда оправдывалась каким-то добром, это всегда, это зло под видом добродетели, это всю жизнь, любая война агрессивная, агрессивная, со стороны агрессора своему народу всегда находились праведные поводы, там они кого-нибудь защищают, идут свое забирать, да, предков там, да, могилы обратно возвращать, какой угодно повод, кого-то там заступаться, найдут, чтобы, естественно, не выглядели агрессором, но кто нападает первый, тот всегда является агрессором, это в глазах нормальных людей, да, тот и является бандитом, и как вы думаете, эти люди хоть когда-нибудь не применят все, что у них есть, конечно, нет, они применят все абсолютно, более того, вот получается, во Второй мировой Америке, естественно, была не агрессором, а была, наоборот, обороняющей стороной, да, была жертвой, и то она применила это оружие, что, конечно, это безумно, я ни в коем случае вообще не оправдываю, да, ни Америку, ни применение этой бомбы, но это я говорю с их глаз, как они все это размышляют, что, естественно, для них убить там, даже эти слова невинных японцев, да, там были невинные люди, вот такие, как я, жили в Японии, которые против были, вообще всего, против любого насилия, да, исповедующий Ахимсу, не насилие, а жертвенную любовь даже к врагам, они были всегда во все времена, по всему лицу земли раскиданы, да, и такие, конечно, там погибали, но там было полно, как сейчас я выражаю, современные расисты, такие же были японисты, как там угодно назвать, да, япорашисты, япофашисты, вот, и, конечно, сбросить две бомбы, просто на два города, сами представляете, какой это был ужас, но это остановило реально войну, да, Япония сдалась, капитулировала, потому что понимаешь, что против такого оружия у нее просто ничего нет, хотя у нее еще был, там огромный флот, который никто победить не мог, вот, то есть в рукопашку у них пока все было хорошо, да, и, в общем-то, это же еще и американская была ответка, я здесь поставлю, здесь российский флаг, не суть важная, сами понимаете, да, ответка-то была, это на Перл-Харбор, кто знает, когда японцы налетели своей авиации огромной, тоже на американские флотильную там базу, где стояли корабли, просто стали бомбить, во время обычного там отдыха всех этих моряков, то есть бомбили там жутко тоже, куча жертв было потоплено, много судов, вы поняли, да, кораблей, в общем, судов, вот, и, конечно же, вот так это все было, получается, даже страна не агрессор, а оборонитель употребила такое, просто ужаснейшее оружие, до чего докатилось человечество, что оно способно делать, да, естественно, сейчас, кто знает, потом был там Карибский кризис, ну, когда Америка изобретает буквально через, и то оно уже могло быть изобретено, а могло быть не анонсировано, не суть важна, в общем, Советский Союз тоже, достигает того же уровня, тоже изобретают атомную бомбу, все, тоже ее там тестируют, в общем-то, и все, становятся две, так сказать, державы, в Германии этого не успевают добиваться, в Англии тоже еще не было, но не суть важна, Англия была союзником, на тот момент даже с СССР, да, и с Америкой, вот, хотя тут же начинается, кто знает, после победы над Гитлером, тут же начинается холодная война, и чуть не перероживая в ту же самую горячую, ядерную, уже между Америкой, Англией и СССР, да, Америка, Англии и союзников, как против, вот, СССР, и кто немного слышал, или знает про Карибский кризис, что это было, уже буквально, ядерной войны, на тот момент, атомные бомбы не выпущены были, только потому, что некий, сейчас очень известный, может все это загуглить, про Карибский кризис, конкретно, военачальник, на конкретной лодке, не выполнила, по сути, ну, вот, своих обязательств, как-то по инструктажу, слушайте, я вам рассказываю, надо, вы знаете, да, я не могу все идеально помнить, я к роликам не готовлюсь, и говорю их, ну, так скажем, по вдохновению от Бога, что у меня на сердце лежит, да, вы можете сами все это загуглить, там не важно, уже была команда, но потом, что там связь прервалась, и он должен был как-то сделать, короче, он, ну, в общем, ему реально приписывают, то, что вот этот вот, военачальник этой подлодки, по-моему, со стороны СССР, ну, не выполнил приказы, не пошел на то, что там было молчание, или не шла телеграмма, тогда какая-то связь была, но по идее он должен был вплоть до того отдать приказ и с этой атомной лодки по Америке бомбануть, этого не случилось, то есть он решил этого не делать, да, вот, то есть все это могло, конечно, быть, и раньше, да, но в чем разница, тогда как ее не зря называют холодной водной, что такое холодная война, ну, по сути, сейчас можно назвать словесной войной тоже, да, между, конечно, в разных вещах проявлялась, и экономическими, там, те же самые санкции, неприятия друг друга, и так далее, но самое основное, не было реальной войны, не было физической войны, да, то есть участие армии в какой-нибудь там бойне, да, естественно, сейчас, когда идет прямая агрессия расистов против Украины, то все повернулось в новом, просто в какое-то ужасное новое русло, до которого мы и докатились, а докатились мы до полной беды, вы сами все видите, все это на наших глазах происходит, сегодня 29 августа 2022 года, расисты во главе со своим главным расистом Путлером, да, напали на Украину и убивают украинский народ, чем это закончится, бедой, идет уже больше полгода уже этой агрессии, и мы с вами видим, все эти полгода наблюдаем, уже просто бесноватые речи вот всех этих, да, так называемых человеков, вот, это полная, полная катастрофа, мы понимаем, что, причем, обратите просто внимание, да, что Путлер, что Зеленский, никто уже назад не сдаст, это очевидно, это такая дворовая бойня, кто из 90-х, кто, 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 кто мой ровесник, такие знают все эти там вещи, да, сказки, рассказы, и правды, да, от того времени, это такая подворотная бойня, да, там уже нету, там уже никто не сдаст назад, там будут резать, да, это когда вот эти группировки были, там стрелку забивали, и одна ОПГ с другой билась, там до полного уничтожения, ну, кто-то выживал, конечно, кто, 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 кто побеждал, тот оставался в живых, в живых ты остался, значит, ты победил, все, там до полной бойни было, и здесь то же самое, все, поэтому ждет нас печалька, и все вот эти речи, вы помните, я записал даже видео о четырех всадниках, вот именно о том, что возможно мы входим в книгу откровения, я говорю, с того времени, вот с этого 24 февраля, меня эта мысль не оставляет, как видите, уже тоже прошло полгода, ничего не меняется в моих речах, в моих мыслях, я тогда как-то в полноте все это ощутил, понял, и кто, я уже сколько раз вам повторяюсь, я говорю, что я не был апокалиптиком, почему аргументирован, да, потому что для этого не было предпосылок, потому что по книге откровения, по речам Иисуса, но они достаточно символные, образные, да, и загадочные, как я тоже люблю выражаться, да, приточные, то книга откровения, в ней достаточно сигналов, моментов, всех этих цифр, которые нам будут указывать, живем мы в эти времена или нет, и действительно, вот вход в книгу откровения, вот эти открытия печати, первые четыре печати, каждая из которых еще была символизирована некими всадниками на конях, там есть конкретные цифры, да, и вот эти все печати, они не сбылись еще, да, я тогда об этом четко говорил, но потому что мы там видим, я говорю, если потом все, что сейчас начинается и закончится, мы увидим, что все там совпадает, тогда мы скажем, что вот мы вошли, и мы сейчас находимся там, да, на каких-нибудь уже последних печати, хотя все семь печати означают, ну, по сути, одно время, просто параллельно идущее, это и голод, и война, это и гонение, это и катаклизмы, там все вместе, да, вот, так что это все просто разные вещи, а еще, знаете, удивительно, может это, конечно, совпадение, то маразматик, уже просто свихнувшийся, Медведев, бывший президент Российской Федерации, вы посмотрите, он как раз этими речами выражается, да, то он всем грозит, вот этими четырем, четырьмя всадниками этого апокалипсиса, задумайтесь, просто ли это так, вот, конечно же, они вместе со своей православной женушкой, просто поехали на эту голову, они основные, они одни из лидеров этих расистов, это понятно все, это к чему приводит православие, сколько я лет боролся с этим совсем, кто меня давно смотрит, тот знает, вот к чему это приводит, мне все говорили, да ладно, там православная секта не такая страшная, посмотрите, она сейчас является первым идеологом, да, на пьедестале, всего, всей этой агрессии, да, именно все сейчас попы, и богословы, да, именно за этот опыт, за эту агрессию, за эти убийства, начиная от этого, так называемого, патриарха Гундяева, патриарха Кирилла, и всеми этими богословами, всеми этими, я их все прямо называю, я их раньше называл богохульниками, но это только по речам, а теперь по словам, по делам, уже конкретным, да, так что вот так вот, если они раньше просто рассуждали, о нации, о величии, о империализме, о все это, то теперь уже на словах прямо призывают убивать украинцев, все эти Ткачевы, Осиповы, все эти психанутые, просто поехавшие головой, да, православные адепты, вот, вот чем все это заканчивается, судным днем все время грозит, ну, судный день, конечно, понятно, что Медведев никогда в жизни Евангелие не читал, и я уж тем более его не понимает, для людей, которые живут в грехе, Библия закрыта, истина от них закрыта, потому что они живут в грехе, Иисус прямо говорил, что вы не идете ко мне, потому что дела ваши злые, я в свет перешел в мир, но вы не идете к свету, потому что дела ваши злые, это такой порочный круг, знаете, да, казалось бы, к свету надо прийти и творить добро, как все, как, придите ко мне, да, познайте истинность, делайте вас свободных, а в родственной шоу к ней прийти, надо добрые дела делать, то есть быть добрым, да, то есть на самом деле, это действительно такой, как бы замкнутый круг, ну, по началу, кажется, да, вот, но по сути, это действительно так, они не принимают свет, потому что они находятся во тьме вот и поэтому очевидно что конечно же закончится все это бедой путин вы помните путлер начал самого начала грозить этим своей первой этой речи утренней 24 февраля до сказал потом было это там уже приведение в какой-то там боега и готовность какой-то там очередную непонятную кому понятно кому непонятно и там у них это их не язык поди его разбери зопов да вот и в концовке что мы видим что конечно же и как я вам сказал уже вот в начале видео что это очень важный аргумент очень важный аргумент и нельзя ни в коем случае пренебрегать это это такой исторический аргумент да то есть во все времена во всех народах применялось все оружие и мы видим что он как они все утверждают что они пойдут до конца мы видим что украину поддержала европа америка все это закончится очень печально конечно же война очевидно уже очевидно война с применением всего оружия какой только возможно биологической химической звуковое все какое есть все будет применяться это абсолютно точно по поводу когда она будет эта война да я не знаю я не пророк я не знаю дней когда она будет часов понятия не имею может быть завтра может быть послезавтра но то что она уже будет ответ это очевиден вот нас впереди ждет все ее прекрасы всей этой ядерной бомбежки это это какие там кислотные дожди это ядерная зима это отравление всего что только можно воды земли природы животных это поражение всех нас с вами вот это будет полный пипец вот когда он настанет я не знаю сегодня 29 августа полгода прошло когда это будет через месяц через два через три это будет все вот так вот внезапно поверьте мне на хиросиму и нагасаки сбрасывали бомбу никто об этом не знал кроме руководства вот вы видели как это спецоперация планировалась мы жили вообще в другом мире я не мог поверить в это до после я даже когда смотрел кто знает я первую неделю также в шоке я первое видео хоть я репостить стал активно все с первых дней с первых часов как только проснулся в 10 утра но я первые сутки ощущений понимал что происходит я я не верил своим ушам не верил своим глазам я не понимал что это возможно люди света не мог понять как можно творить зло просто без причины ты хоть с причиной хоть без причины человек свет он творит добро даже на зло вот потом еще сам я четыре дня в шоке пребывал так как я все репостил моя душа чиста да я просто сам не знал что было въехать во все хоть что-то понять да хоть увидеть весь этот весь этот весь этот ужас да хочешь что-то из себя выдавить да вот ну потом вы знаете осталось из первый ролик нет войне записал и пошло поехалом да вот но я правда я тексты стал писать с первые дни тоже я все говорил часто но я ролики где-то только на пятый день по-моему я записал 29 то можно подать посмотреть нет войне какой ролик записан вот и теперь уже конечно очевидно и удары вот эти вот медведевские посылы что четыре всадника вышли возможно возможно неслишь он толкует откровения он говорит что могут для вас это будет до четыре всадника апокалипсиса и судный день всем грозит на судный день это 20 книга откровения 20 глава книги откровения для для него и далекое понимание что такое как затем будет но то что они выпустили и являются этими четырьмя всадниками но не они если вы понимаете там садики как раз война голод пропаганда кто помнит про этих конях на белых пони 2 без я же говорил тогда все это посмотрите мою книгу это чтение с комментариями книги откровения сколько я говорил об этих белых пони посмотрите чтение евангелия где там иисус говорит в последних временах я всегда сравнил я тогда рассказывал что эти бесы на белых пони это и будут вот эти вот соловьевы там это будет это и будет вот эти осиповы ткачевы гундяевы это во всех сферах жизнедеятельность человека религиозной государственной школах учителя вот эти заметить что сейчас учителя все все эти профессора все топят за все будут зло они будут черные они будут выдавать тьму за свет так это и случилось я говорю они будут до защищать посмотреть мой предыдущий ролик шизо фашизм все это будет зло под видом благочестия как и сказал павел что и дьяволу не приходит видео без обычно приходит в виде ангела светлого все вот это вот и вот эти первые пони это все очевидно и я говорил что и как все это идет и все прям все сбывается вот один в один вот поэтому действительно если все это закончится это я говорил там о конях ну посмотри хотя бы вот этот ролик о 4 печатях на моем канале называется он по картинке то можно не всегда найти в общем пишите в комментариях что я всегда дам отсылку прямую входе в последние времена 4 всадника апокалипсису так его называл можете найти его его хотя бы тоже кому интересно все это кто сейчас следит переживает за все это да страдает может быть волнуется вот она волноваться есть повод выдумки так спокойно говорю ну заветим и ко всему привыкаем идет столько времени уже эта война безумия в россии сад посадили всех кого только можно было ну смысле из каких-то известных и естественно всех остальных выдавали ли никого в россии не осталось на свободе все либо за границей либо сидит абсолютно но розман на сегодняшний день это уже позавчера был суд последнее предупреждение ему все это из известных все больше никого не понятно есть такие как я не нужны никому маленькие люди когда которых и скоро тоже доберутся в россии конечно предстоят массовые репрессии вплоть до таких как я и даже еще меньше чем я в том плане у меня хоть там какая-то аудитория 100 человек вплоть до тех кто будет на кухне своему родственнику говорить что да зло грех приведет тебя в ад и все вот эти вот дела будут тьмы обличать вот коснется всех мы идем просто в адское время вот и все это нам предстоит все это нам предстоит увидеть я говорю самое страшное это последствия вы знаете я уж ничего чем не тут на канале чуть бояться говорить в том плане вы знаете если это рванет рядом с вами я вот даже не знаю чего вам посоветовать как поступить я вам скажу как поступил бы я если бы я был в эпицентре вы можете посмотреть сейчас уже есть разные я публикации варламов ролик да и никто только не выпускал уже как там ядерный взрыв как уберечься там он просто знать ну а ты же не знаешь какой эквивалент там этой бомбы все да но действительно от ядерного взрыва ужасные последствия там в каком-то радиусе я сейчас не буду вам веру выпендриваться тоже говорит что все знаю спонтанно ведь пишу ролики даже не знаю каких я темно сколько глубоко коснусь вот вы можете все это я только за травочки даю отсылки вы можете любую информацию более глубоко изучить там есть зоны по поражения эпицентр где вообще все просто сгорает на своем пути просто но вы сами понимаете это огромная тепловая огненная энергия до ядро и атом разлагается у атома до ядро разлагается у атома и там просто невероятно выделение энергии дойдет все это связано с огнем то есть вас будет прямо сжигать и огонь и тепло ну или жар да или как угодно вот это я не знаю какой там радиус это прям все будет просто просто снесено и косточки там опознавать ничего будет просто будет выжженная земля вот и все ничего там больше не будет просто пустыня потом какая-то идет ну конечно там все невозможно прям по метру поделить да потом действительно будет кто будет получать даже смертельные какие-то воздействия те может не тоже прям жарит ну ты получишь там 70 80 процентов ожога 50 тоже могут быть несовместимой жизни у кого-то может быть несовместимой жизнью потому что при какой-то болячки ну все то же самое кто знает там эпидемик коронавирус все то же самое один может выжить другой помереть из каких-то вещей вот плюс не забывайте это сама радиация то есть это излучение который тоже влияет на человека опять же кто там вообще в пике там радиация тебя просто сразу убивают воздействия на как-то там я не силен на все ну по сути просто внутренние органы разрывает тоже или там как-то искажает и точно также степени заражения радиации будет разная там может быть до 70 смертельно по-моему я не помню может быть я так приблизительно говорю кто захочет может загуглить ну а после 70 там ты еще может сколько поживешь и так 7 60 50 же не знаете где вы там на скольких метрах от эпицентра взрыва находитесь да вот одно что толку-то заразе это радиация облучившись вы будете просто ужасно страдать от каких там ужасных болей эта жизнь превратится просто в ад поэтому вопрос что лучше да прям сгореть в огне или там спрятаться в погреб но если вы будете находиться в зоне радиации вот это сильное все равно не выживете вам как-то из погреба из какого-то любом убежище вылезти придется в общем это будет ад и да выбор будет ужасный да это одно дело вы далеко где-то находитесь хотя бы так до дойдет конечно далеко там от ядерного взрыва далеко распространяется все эти частицы и все эти вещи да но одно дело в какой-то вообще там не знаю ну вот я вам просто про себя скажу да всегда все стараюсь на своем примере я сейчас живу 100 километрах от воронежа допустим бомбят по воронежу да это 100 километров да даже в 100 километрах вы знаете если это будет так да конечно же я даже даже в 100 километрах я муж есть подвал где-то погреб где банки хранятся даками на зиму заготовки но можно туда даже на сутки говорят спуститься это будет лучше и правильно потому что даже через 100 километров что-то может долетать эти его это может быть ветром несёмая радиоактивное облако или еще что-то лучше день-два после взрыва пережить переждать там да и просидеть в этом сыром пусть и погребе там с одной лампочкой вот ну хотя там более-менее вентиляция как есть но все равно да вот но это и какой-то там вред не получил от влажного помещения тоже сегодня человек не способен там долго выживать вот но это лучше чем находиться где-то на высоте да вот хотя заражено потом все будет вокруг и природа и вода и земля вот здесь еще есть смысл а честно если бы я так просто говорю абстрактно да бомбанула вот в десяти метрах и тут даже прятаться нет смысла ну снесет и сгоришь на все люди нормальные дети света понимать что они вечные бессмертные их жизнь христос святость любовь доброта а смерть приобретение тоже получит достойный дел своих достойной своей жизни вот и поэтому чем советует не знаю решайте сами готовиться к этому как-то особо бель бессмысленно вообще в мире в котором сейчас погрузились вот вас если мы действительно вошли в книгу откровения рума узнаем только после случившихся всех событий то что я уже кто смотрел и оговариваюсь об этом там есть конкретные цифры конкретные такие вещи по которым можем определить то это но после уже те кто выживет после всех тех печати мы сможем с вами понять наступило это или нет вот и поэтому по поводу ядерного все это конечно будет это будет катастроф но она будет ее уже ее уже не избежать украины не сдастся за не америка европа расисты не сдадутся это будет бойни до последнего до всего что можно и все это не не знаю может это растянуться на года говорят что все может и год и два продолжаться таким вот медленным напалом ну я не знаю честно не знаю я не пророковый одету божих для вас откровений как это может быть вот все это ужас ужас и кто с этим делать я не знаю я лично живу сейчас я ну понятно я как христианин как дитя света познавший истину я живу и так всегда одним днем да ну раньше тебя были какие-то планы мысли сейчас нет ничего в голове да я по по этому машинально и просто человек нужно чем-то заниматься я продолжаю точно так же как все ту жизнь который жил я как видите пишу видео евангелие до сих пор читаю порой кажется это бессмысленным да ну ролики записываю по матфею продолжаю вообще заканчиваю там все что я хотел с канала христолюбиблия вообще я тоже планирую же так скажем ничего туда не писать со временем то что хотел я поделился пишу проповедь как видите ну и тут на земле занимаюсь чем-то выращиваю что-то сажаю что тут хозяйство навожу какой-то порядок да но вы знаете я живу одним него во первых сегодня завтра меня посадят скорее всего доберутся до таких как мы возможно либо вот скорее будет то что и есть да и тут мы не знаем что закрывают всех мы это видим вот эта судьба ждет каждого из нас кто выступает за истину за любовь вот сваливать и никуда не собираюсь бежать мне некуда не на что и не хочу вот так что вот так вот и поэтому понятно что зона ждет меня все впереди вот а по поводу вот этого тоже все очевидно ну тут вопрос теперь что вперед просто будет да это или тюрьма вот конечно единственная живу сейчас не в воронеже я не сомневаюсь что бомбить будет по воронежу да это один из центров и военных там у нас много чего я уж молчу про ту же саму атомную станцию который там находится уж битых по ней еще 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 сколько будет в кавычках плюсиков до сама бомба да и сама станция вот это будет это просто жесть то что мы будем видеть это будет просто от вот хотя он и сейчас а то видите мы спокойненько с вами живем особенно кого это и так скажем близко не трогает но это будет караул вот и все это будет с тем же сам связано так называемыми мирными жителями хотели у расистов вообще мне тяжело мирными какими жителями назвать мне тяжело равнодушных людей назвать какими-то мирными жителями это это все с молчаливого согласия не зря древние мудрецы говорили творятся все великие беззаконии вот то что будет страдать дети света это да их не жалко смысле по-человечески вот остальных мне не жалко в том плане кто в новую жизнь пойдет перевоплощаться потому что иисус правильный сказал просто кто с мечом приходит от меча погибает это естественно и жалко не жалко знаете дело в том что я же знаю что это тоже бессмертным не жалко их не души не жалко что это творится вот вообще конкретно там по плоти чё-то жалеть но перевоплотился заново что толку это все и они бессмертно убить их невозможно давал печали что этого докатились и что они в этом виновны и что ни в ком царстве небесного эти люди не будут будет так и жить в этом аду еще раз и еще раз вот это мне жалко а то что тут по плоти там переходит смерти не существует есть только вечная жизнь вопрос какая блага или несчастна это зависит от каждого человека вот так вот не думал не гадал что доживем до это время что я буду подобные видео писать но это так дома что все будет все будет все время как и было до этого дня до 24 что я так предупреждал до молил просил проповедовал обличал что все так и будет если вот до этого докатимся мы видим докатились дает так что вот так будем видеть и биологическое химическое все это какие у них так сейчас только нет какие-то звуковые на психиатропные какие-то вся медицина все научные исследования вся наука работает только на то чтобы истребить человека все во его работает на военную машину у них там чё только нету все что изобретают в основном своей массе направляют на зло вот так что будет какой-то караул причем поймите что все это мы видим с вами сейчас от китая тайвань там все это и полыхнет все опять как во вторую мировую кто и знает этот вопрос полыхала вся земля все чем думают что это какая-то там ну недалекие люди думают что там за ссср с гитлером воевала нет конечно полыхал весь мир вот при третьей будет то же самое полыхнет все все очаги потому что когда ссориться старшие братья освобождается место для бойни младшим который вечно не давали выяснить отношения да вот полыхнет все все спорные конфликты все что только где можно было полыхнет все сразу посмотрите уже сейчас было косово абхазии до 5 израиль то вот и все время вмешиваются старшие которые сами сейчас правда уже тоже вот воюют да они все время вмешиваются и там грозят им тоже чем-нибудь лишь бы это все успокоить затушить залить этот пожар водой но когда им уже будет некогда заливать полыхнет все на свете по всей по всем миру причем 80 лет назад то что все это середина прошлого столетия и сейчас насколько развитие технологий и всего этого это просто караул мы увидим такое от чего просто у нормальных людей все равно будет всегда волосы дыбом вставать хоть мы к этому также и все привыкаем но умом мы всегда все это будем осознавать по плоти привыкаем но вам как светли люди они просто будут за голову браться что это ужас все и мы видим с вами что пути нет они просто сцепились и все это я не знаю что может это вот потушить это уже ничего не может тушить я хоть тоже какие-то видео пишу чисто уже но это уже я вам как в прошлом видео прошу сложил говорил мне все это напоминает арест христа когда он сказал что все власть мы это время дьявола и власть мы все и он уже с этого времени мы уже не видим длинных речей иисуса конечно что-то короткое еще говорил и тому кто его по лицу ударил и пилату все это уже были какие-то краткие проповеди и у их так можно назвать смысле любая его жизнь его любое его слово поступок это уже проповедь для нас для тех кто почитает его своим учителем господином который является богом для всех богом любовью по образу подоби которого сотворены вот уже остановить это это уже идет своим вы знаете даже если завтра путлера не будет по какой-либо из причин уже это не остановить расисты съехали с катушек окончательно вот есть конечно вы тоже слышите да нет вот путлера бы не было сейчас бы все потихоньку изменилось бы нет там дело не в одном путлере дело в бесноватом народе русскоговорящим в основной своей массе да и таких чем от высших до низших да все эти наверху хоть они там как говорят захватили власть нет они опираются на когда низинный народ потому что там шизофреников расистов просто тьма просто кишит ну или равнодушных а это такие же люди достойные тьмы нет ничего хуже равнодушие это просто как все говорят это хуже даже злодейство на это правда потому что равнодушие это ничто это не существование тебя просто нет ты не злой и хороший тебя просто не существует а тебе никто не знает ты просто ноль этого самого ужасно так что вот так вот ну такое вот мое видео об ядерном взрыве дядя когда будет сбрасывать я вам уже сказал я не знаю насколько это будет мощным и это будет пипец я вам лишь напомню что вот именно тот всадник имя имя которому смерть как как бы 4 но я все это не буду кому интересно посмотрите мои видео все эти целый плейлист есть на этом канале куда и будет этот ролик добавлен последнее время апокалипсис все вот это вот найдите он на моем канале или пишите в комментариях я дам прямую ссылку на этот плейлист четвертый всадник имя которому смерть да будет написано что ему дана власть умертвить четвертую часть населения земли это на современный язык современным реалиям если все это писать это два и на 40 как под восемь уже округлим да это два миллиарда человек два миллиарда человек не так просто умертвить да это все это всем в совокупе опять мором болезнь нам предстоит ужасный экономический кризис действительно как конь бледный и конь у которого весы и меру пшеницы то есть килограмм пшеницы меры неизвестно что я так на наш язык говорю килограмм это может быть не килограмм это может быть вот там в руках 100 грамм написано меры пшеницы будет стоить динарий динарий евангельским языком это дневная оплата работы среднего человека неважно где в россии в японии в китае в америке то есть мы будем работать за меру пшеницы жить на меру пшеницы все это будет и мы видим как чему катится вот не будет будет голод будет эпидемии будет катаклизмы все сейчас вызвано не будет кстати именно деяниями человеческими вот этими вот взрывами бомбами сжиганием урожаев и так далее потому что это тоже все это они где-то думать мелочь что ли полыхнули там поля сгорели пшеницы не там воюет в украине она главный поставщик зерна а поля то горят вот все будет будет очень плохо все обрадовать не обнадежить вас абсолютно не чем если мы вошли в эти все это будет чем в таких масштабах которых я сегодня сказал в книге откровений есть конкретная цифра четвертая часть населения земли после всех этих событий будет умештена у меня есть на этом канале ролика и испанка посмотрите его про первую мировую когда я сравнил этом про первую и про вторую там я в общем сказал да что все это несоизмеримо почему я это я это я как фактом всегда приводила доказывал что вот эти всадники это не то да все это по кругу из поколений столетия в столетии да и шло идет как иисус говорил это все и всегда было от начала и будет до конца времен вопрос масштабов книга откровения реально последнем витке о последнем разе всего этого витка ада на земле когда люди сбрендивают и начинают просто уничтожать друг друга вот и вот этот последний виток нам дана конкретная цифра даже во вторую мировую на земле погибло по моему в процентном соотношении 0 1 процент по моему это как видите а четвертая часть это 25 процентов населения земли 25 процентов людей это каждый 4 каждый 4 вот на вашей улице или вашем доме вот я в воронеже жил в родительском доме еще высоко но панелька была у нас 9-этажка нас был предпоследний подъезд квартира была за 200 300 квартир было в нашем доме вот 300 квартир и сколько людей это каждая 4 квартира должна быть абсолютно пустая стать или получается если разделить как раз каждый четвертую ты же квартире не вся семья погибли это в каждой квартире должен быть погибший человек в каждой 25 процентов в каждой семье погиб человек семья из трех четырех человек среднем считается отец мать и двое детей вот в каждой квартире в вашем доме неважно панельный кирпичный 100 квартир я в петербурге кто помнит жил там у знакомой там 5000 квартир был такой монолитный такой дом такая целый короче там жилой комплекс был там 5000 квартир что ли не важно в каждой квартире если это высокоэтажные какие-то дома допустим даже двухэтажные сейчас таких уже мало это будет погибший человек а соответственно вот я живу в селе значит в каждом доме будет погибший человек но так образно сейчас такой есть было такой во вторую мировую в первом не а сейчас так даже на сегодняшний день в агрессии с украиной вот все еще в мире происходит нет написано дана власть один со мной там пытался спорить что дана власть нет дана власть умертвить там очень важно не дана власть на 4 из них кого-то умирать а дана власть на земле на целой земле умертвить четвертую часть 25 процентов там по-русски все написано очень понятно и на 25 процентами черт частью земли как он мне там пытался исказить или ну то читай там по-русски написано то что читать не умеешь это уж что-то пытаешь своим словеской это написано дана власть на земле умертвить четвертую часть все куда еще понять причем во всех переводах одинаковые там все понятно четверть людей это не беря животных там все это все учу вот все эти воды там полынь вот когда будет горькая там пить невозможно бы земля все это будет следствием от этого всего безумия человечества всего что вот это будет вытворять вот в какой от нас ждет к сожалению все раньше посмотреть мой книгу откровение я ее записал получается уже лет сколько там 3 но и по датам там все увидите у роликов есть метаданные я обо всем говорил как о будущем как ведь прошло буквально три года я говорю об этом как и настоящий удивительно печально но это так такое вот видео ничего веселого хорошего мне вам сказать сегодня нечего я я может это как бы улыбаюсь там с кем все равно мы живем жизнью да вот но в душе какой-то просто ужас от всего происходящего если раньше все это был хотя бы на словах теперь все это на деле и от этого просто очень плохо ну вот так вот но ну Субтитры создавал DimaTorzok